Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на этом канале. Если вы смотрите это видео, значит вы готовитесь к экзамену. Я сегодня решила снять видео о сочинении. Что-то я думаю, что пора переходить уже к таким проектам, посмотреть, как они будут, нужны ли они, востребованы. А на самом деле, чтобы понять это, только помогут ваши комментарии, ваши, может быть, лайки, ваши просмотры. И тогда я смогу понять, что мне нужно продолжить эту работу. Или она, например, не совсем удалась, и нужно подумать еще. Значит, я сегодня с вами разбираю... Во-первых, я всегда буду разбирать. Хотя нет, всегда это слишком громко сказано. Значит, я люблю работать с сочинением 9.3. В прошлом году оно было 15.3. Сочинение, которое нас спрашивает про разные морально-этические понятия. Значит, и еще, чем оно мне, кстати, нравится, это сочинение, тем, что оно связано с литературой. Многие из вас... Кстати, для вас достаточно практичная часть. Многие из вас пойдут в 11 класс. 10-11. И, соответственно, вам все равно нужно будет писать в декабре выпускное или итоговое сочинение. Оно связано с литературой. И вам все равно нужно набирать на разные понятия получается уже литературные какие-то аргументы. Поэтому вот мы сегодня как раз попробуем разобрать структуру сочинения. Я вам дам какие-нибудь советы. Само сочинение, конечно же, писать не буду. Здесь дело не в этом. Потому что сочинение – это всегда индивидуальная работа. Ну и мы с вами по ходу действия, конечно, давайте будем разбираться. Итак, значит, чтобы написать сочинение, нам нужно прочитать, конечно же, текст. Я его таким образом выстроила, что вы можете читать его вместе со мной, можете меня остановить, промотать чуть вперед, что вы прочитать самостоятельно можете вместе со мной следить за текстом. То есть это уже на ваш выбор. У девочки есть город, а в городе есть фонтан. Он непростой, этот фонтан. Он цветной и музыкальный. В этом городе живут дедушка и бабушка дедушки, девочки. Выйдя из поезда, девочка сразу спрашивает, работает ли фонтан. Да, работает, говорят ей. И она, едва присев за стол с дороги, бежит в центр, вверх по прямой пешеходной улице. Фонтан работает. Сейчас из середины просто бьют несколько струй. Но это ничего не значит. Но есть это как раз значит, что фонтан исправен. А разные умные слова о режимах работы фонтана девочка слышала тут же, когда на скамье рядом сидели, видимо, специалисты. Они говорили про какую-то сверхзакалку титана, из которого сделаны форсунки, о наборах программ для электронной машины, управляющие автоматическими сменами воды и цвета и света. И словно специально находили слова, чтобы спугнуть очарование фонтану. Но вот они сказали, что подобного фонтана нигде нет. Он такой единственный. И девочка всем простила. Это уж она и сама знала, что такого больше нет. Даже на знаменитой своими фонтанами выставке в большом городе, где она теперь живет. Девочка облегченно вздыхает и обходит фонтан вокруг. Главное будет вечером. Поэтому возвращается домой. Дома, рассказывая бабушке и дедушке о школьных делах, она все время посматривает на часы. Вот уже и вечер. Девочка говорит, что идет к фонтану, одевается и выходит. Она ко всем, кому просила зайти, мама с папой зайдет. Но это завтра. А сегодняшний вечер только ее. Какой славный ветер шумит в деревьях. Ветер вовсе не холодный. В нем тепло, скопленное где-то за городом, в сухом хвойном лесу или в поле. Ветер спелся с ветками деревьев. Они покачиваются по команде его порывов. Ветки ниже высоких неподвижных фонарей. Тень от деревьев ходит по мостовой. И вся улица танцует, как будто качаясь на волнах. В далеком просвете улицы на свет в конце туннеля появляется разноцветное слабое сияние. Работает фонтан. Уже и музыка слышна. У фонтана всегда есть место. Не на одной скамье, так на другой. Девочка устроилась, запахнула пальто и замерла. Вот смолкает ровный шорох орошения. Струи приседают, прожектора пригасают, и вступает музыка. Из центральной стойки середины взмывает, нарастая, и уже по ходу рассыпаясь, взлохмачивая верхушки, озаряя крестность белой кипящей кроной, мощная струя. Вокруг нее, чуть склонившись, вырываются еще четыре струи. В них есть что-то материнское, прикрывающее. Во всей окружности возникают прямоструйные завесы. Когда они взмывают ввысь, получается живая стена. А когда опускаются, становятся похожими на колоссии. То ли они, набирая и опуская воду, командуют музыке, то ли наоборот, она, зная силу напора, своей волей, меняет их рост и окраску. Тут добавляются еще струи, они закрывают расстояние от центра до краев, и все это пространство заполняется невиданными, огромными цветами из воды. Эти гигантские колокольчики, развернутые в небе, их лепестки, как стеклянные, вот возникли в торжественном, согласном шуме еще не появляющиеся боковые бесчисленные струи. Они бьют навстречу друг другу с такой силой, что образуют над всем фонтаном прозрачный, искорящийся, разноцветными блесками шатер. Запомни бы только эти каскады, когда вода, теряя силу и обрываясь, вдруг подпирается снизу и снова насильственно возносится, и вновь обессиленная пытается упасть. Запомнить этот порыв ветра, когда он опять клонит и треплет, заросли воды, а нижние тонкие струи, как колосья в поле перед грозой. Вот тихая музыка притихает, чувствую себя здесь не главной, то есть как раз музыка здесь главная, но музыка воды, а звучащая по радио только сопровождение. И вот музыка затихает, она растает звучание воды, выплескиваются все новые аккорды, и вот уже согласный хор, напоминающий водопад, царствует над округой. И вся вода, поднимаемая, кажется не напором снизу, а небесным притяжением замирает вдруг и походит на огромный воздушный шар, который вот-вот взлетит и возьмет с собой всю площадь. Девочка думает, как хорошо, что ни в фонтане, ни около него нет скульптур, ведь главное в нем красота воды. Но вот фонтан выключен. Его обслуживают двое, электрик-механик и дворничиха. Дворничиха давно на пенсии, но еще работает и очень любит свою работу. Она могла бы прийти с утра, не хочет убирать именно сейчас, чтобы те, кто рано утром будет идти мимо на работу или еще по каким делам, видели, как чисто вокруг фонтана. Кругом полно разного мелкого мусора, который почему-то брошен не в урны, но она не сердится. Ведь когда-то же все люди поймут, что дело не только в уважении к труду, дело в красоте. Текст по Владимиру Николаевичу Крупину. Итак, ну теперь давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну уже вы тему на самом деле сочинение 9.3 уже поняли. Здесь у нас тема красоты. Значит, и давайте теперь вспомним. Значит, вот здесь я где-нибудь специально примощусь, чтобы нам делать заметки. Итак, мы вспоминаем с вами, что у нас в сочинении 4 получается абзаца. Да, так схематично сделаем. Итак, сначала мы пишем определение, что такое красота. Значит, мы говорим, что красота – это, наверное, то, что вдохновляет человека. Это может быть нашим определением. Значит, дальше нам обязательно нужны комментарии к этому определению. Где мы можем найти красоту? Итак, конечно же, во-первых, красота, где она скрывается? Ну, во-первых, это природа. Самое, что было здесь, звучащее, значит, в тексте. Дальше, конечно же, мы возьмем, что это, скорее всего, люди. Что в людях также есть красота. Но сейчас вот я поговорю вот с вами про людей, потому что вот тут немножко есть такой нюанс, про который тут не совсем, я думаю, что нужно говорить о внешности, да. Значит, дальше это у нас искусство. В искусстве у нас с вами можно найти красоту. Ну и, конечно же, можно задать вопрос, а что, для чего, даже вот так, для чего нужна человеку красота? Для чего нужна красота? Ну, вот, соответственно, из этих таких вот предложений, ну, схематичных, да, вот здесь у меня, отвечая на этот вопрос, можно уже составить первый, первый абзац. Ну, конечно же, красота, это у нас вдохновение. Мне кажется, вот это самое главное. Это радость. И я думаю, что красота, наверное, необходимо, необходимо каждому, да. И так, второй абзац. Мы обращаемся с вами к тексту. Значит, ну, вот смотрите, что я здесь увидела из красоты. Ну, во-первых, конечно же, вот это описание фонтана. Вот они, получается, с 34-го предложения можно, вот как раз, допустим, до 43-го, да, вот. Я здесь, получается, что там, 34-го я сказала, да? Да, 34-го. И мы здесь пишем, да, там, не забудьте, я люблю здесь писать переход, конечно, обратимся к тексту. Кстати, эксперты очень любят, когда пишут именно автора текста, да, там, мне очень нравится все-таки, это такой момент уважения, поэтому не забудьте про это. Итак, значит, здесь у нас предложение 34-43, но, значит, будьте тоже осторожны с номерами предложений, правильно их вставляйте в предложение, лучше всего, ну, вот, делать их вставным предложением, то есть, когда говорят, что, вот, значит, в скобках они идут, не просто номера, вот именно, что предложение 34-43, но и то это, вот это огромный кусок, даже здесь не нужно. И еще я здесь вижу красоту, знаете, в каком моменте? А вот, когда она описывает ветер, получается, вот он, 24-4 предложения, и 28. какой славный ветер шумит в деревьях. И вот здесь мы сразу говорим, что красота, она на самом деле в простых вещах, в том, что мы можем понаблюдать каждый день, и каждый день несет в себе красоту, что необязательно это что-то идеальное, это то, что окружает нас. И вот здесь мы можем про это говорить. Значит, 24-28, допустим, еще. Это как второй, может быть. Ну, не второй, а один из вариантов. То есть здесь, в этом аргументе нам одного из этих на выбор, да, можно сказать. Дальше, значит, но не забудьте, здесь еще комментарии мы пишем. Ну, вот как раз про то и пишем, что, да, самая красота кроется в простом, что каждый человек может ее увидеть, что нужно только приглядеться. Итак, вот теперь давайте, значит, перейдем к литературным аргументам. Значит, с этим вообще интересный случай у меня связан. Я хотела это видео писать вчера, но как только я садилась, у меня сразу соседи тоже включали перфоратор, у них тоже появлялось вдохновение, и никак не было мне возможности писать видео. Но так как думаю, ну ладно, раз не могу, значит, тогда почитаю книжку. А у меня есть, значит, список литературы, которые я так пытаюсь, все время его, он пополняется быстрее, чем я могу прочитать. И там у меня было прекрасное произведение. И вот я как раз его прочитала. Значит, Олесь Гончар, Подсолнухи. Подсолнухи. Значит, здесь у нас рассказывается о красоте девушки, но красота ее раскрылась в труде. Вот, если... А это небольшой рассказ, сразу скажу. Красота в труде. Приехал, получается, скульптор, как-то она им не очень понравилась. Девушка, он так раздосадованный, а потом он ее случайно увидел в поле. И вот он так вдохновился, так очаровался этим. Поэтому для красоты, получается, здесь мы говорим, что тоже нужно условие, нужно возможность проявиться ей. То есть, это не какое-то мимолетное такое видение. Вообще, красота требует от человека, чтобы уметь видеть красоту, вообще человек должен обладать достаточно, наверное, хорошим вкусом. Значит, дальше, что еще можно посоветовать? Значит, произведение... Что-то у меня... Еще что-то, кроме подсолнуха, было. Ну, конечно же, это у нас о природе. Значит, здесь у нас может быть, например, рассказ Яковлев, Яковлев, разбуженный соловьями. Вот здесь именно о красоте природы, о том, что красота может даже поменять человека, даже изменить его мысли. Поэтому вот что-то я вот забыла, какой инициал, и, к сожалению, вот это достаточно плохо, потому что инциал тоже очень важная часть. Но вообще еще про людей, если говорить, да, какие у нас еще могут быть именно люди красивые. Это у нас Солженицын, Матрюнин двор, главная героиня, конечно же. Она много работала, много трудилась, помогала другим. И красота ее проявляется именно в доброте, в бескорыстности, в желании помочь. А потом вы еще можете вспомнить, например, я думаю, что девятиклассники многие читали Татьяну Ларину, но Меда Евгения Нигина, конечно же, значит, вспоминает ее образ, но ее красота точно так же заключается именно во внутренней красоте. Да, ее качества были внутренние вызывали восхищение. Поэтому если про человека, то я думаю, что здесь лучше говорить именно про внутренние качества. Если про природу, то вот, например, разбуженные соловьями. Вот тут начинается, конечно, еще дискуссия, что давайте можно писать вообще-то про какой-нибудь там, не знаю, жизненный опыт. Не знаю насчет жизненного опыта, не хочу даже это обсуждать, потому что в литературе достаточно много прекрасных примеров, которые могут нам помочь. А вот эти все примеры, когда мы там я был на реке и видел красивый закат, ну сможете ли вы вытянуть его на полноценное сочинение? Это тоже большой вопрос. Литературный аргумент, он всегда будет аргументом. А вот уже ну такой вот отсебятина она может не совсем в лучшую сторону сыграть. Ну и еще раз я упоминаю, что если идете в 11 класс, то сочинение декабрьского не избежать. Нужно набирать именно опыт написания литературных аргументов. Итак, ну и последний получается четвертый это заключение у нас. Заключение значит смотрите как мы его пишем. Мы вспоминаем про то, что обращаемся снова к первому абзацу. Перечитываем его и его же продолжайте. Да, то есть опять постарайтесь если не отвечали на этот вопрос здесь у вас было значит для чего нужна красота, красоту нужно беречь, она требует от человека осмотрительности, внимательности и так далее. То есть здесь у нас идет в заключении чтобы чтобы не было вот этого смыслового повтора как я его называю что мы одно и то же предложение пишем мы его как раз продолжаем но уже мы не пересказываем тексты не вспоминаем никакие сюжеты кстати кстати ну вот для третьего абзаца да вот не забудьте минимум пересказа точно так же как и для второго абзаца минимум пересказа это буквально у вас ну там одно два предложения не больше даже одного хватит чтобы указывать вот она здесь почему так почему именно это предложение все больше вам не стоит здесь не пересказ текста может ну плохую службу служить и сочинения даже без пересказа здесь они вполне выходят на ну на сто слов примерно я видела этого достаточно писать больше слов например там я видела как мне однажды писали там 150 200 слов все хорошо да нормально но только смысла в этом нет большие сочинения они провоцируют ошибки они часто какая-то там болтология то что лишнее да то есть поэтому говорим по делу говорим по существу и так значит вот смотрите что у нас с вами получилось у нас с вами был текст у нас вот наше наше сочинение обязательно вот наш план который на который мы обращаем внимание значит вот таким образом я попробую выстроить эту работу если у вас есть какие-то пожелания например то вы можете их конечно же написать в комментариях что было ну может быть недостаточно может быть про что-то нужно было еще сказать также если вы сами пишете сочинение 9.3 напишите литературные произведения которые вы бы выбрали да то есть я попробую их обязательно просмотреть эти комментарии и хоть как-то прокомментировать то есть насколько хорош или плох этот этот вариант значит поэтому все в ваших руках и так значит все на сегодня нам достаточно я с вами прощаюсь с вами была Ольга Сергеевна всего доброго